всем привет сегодня хочу вам показать как я делал один заказ для чпу заказчику значит нужно было сделать ножку с определенными размерами и таким вот рисунком которые делаю вы видите его на видео значит делаю его программе изображ использую стандартные кисти в основном вот сейчас кисть клей название у них такие и вот настройки значит кисть настраивается интенсивность поза небольшая и плавными движениями мы обводим первоначально вы видели как я сделал контур этого цветка ну а потом уже идет его детализация видите я обрисовываю контур сначала у меня есть конечно же референс на который я ориентируюсь смотрю и стараюсь максимально повторить то что у меня есть на референс 2 монитора у меня нет поэтому я сдвигаю всю программу сторону она позволяет это делать и с правой стороны размещаю референс вот сейчас я применил кисть move на которой я немного подправил контуры изображения работа такого плана несложная если знать инструментарий программы ну и немного уметь рисовать иметь пространственное мышление все это такие слова которые услышали неоднократно главное если вы не умеете и вас есть желание пробовать начинать и у вас все получится эту ножку я делаю получается второй раз первого все сделал но там заказчику нужно было изменить параметры изменить нужно было размер была болванка 50 на 50 сначала миллиметров значит зачем зато затем заказчик поменял размеры болванки 45 на 45 миллиметров и 410 высоту и внизу этой ножки там где завитки сейчас как раз туда и направляется кисть там тоже нужно было изменить рельеф уже но рельеф исправить не удалось и поэтому пришлось переделать полностью всю ножку и я решила писать видео за одно видео не сначала то есть я пропустил как я делал болванку болванку делал 3d макси то есть максимально упрощенную болванку дел чтобы выдержать контуры все линии которые идут по по этой модели и затем уже перекидывал программу из браш и здесь усилил немного плотность сетки примерно до двух миллионов полигонов значит применяя различные кисти и смотря на референс я делаю нашу деталь значит вот это вот тоже 100 1 стандартных кистей дам стендер она настроена таким образом чтобы делать разрезы в общем тонкие линии углубления и примил я к ней одну из настроек кур мод на и на видео это все видно здесь кур мод и его настройки строк здесь различные настройки значит чтобы ровно вести линию здесь настройка лэйзи маус то есть я поставил 15 можно поставить больше и чтобы править саму линию нужно за эту интенсивность выставить на ноль если этого не сделать она будет сразу же делать углубление и саму линию ровно выставить не удастся ну то есть вот этой кистью дм стендер по краям я сделал углубление но вначале сделал вот эти вот выпуклости на модели тоже стандартная кисть стендер она так и называется и кур мод то есть начало я по контуры нашей модели вот здесь я мышкой делаю правил эту линию вот видите как я веду 0 немного криво получается забыл и маус включить ну и сейчас исправил ее положение еще сильнее сделал лэйзи маус таким образом за эту интенсивность на ноль и правим нашу будущую линию ну а затем кликаем на саму линию получается углубление значит здесь я применял кисть я проверяю различные альфы здесь вот можно настраивать выбрал нужную альфу и выбрал стендер кисть я снова провожу линию здесь должно быть углубление между этими двумя линиями элементами модели а 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 значит на модель такого плана ну без создания болванки и там технических подробностей то есть каких как каким размером она должна быть как ее там выставить когда делаете в 3d максимум по времени заняло примерно часа два лет может меньше не знаю каким образом можно на такого плана модели сделать в артками там наверно вероятно можно такое что то это но времени придется потратить достаточно здесь программа такая что обычными кистями и одна из кистей клей булдап я делаю здесь должен быть мягкий переход от центральной линии к ножке нижней части ножки наращивая здесь высоту потом применяя кисть сглаживание очень быстро все можно сглаживать можно конечно такого плана модели делать в 3d maxi но там тоже это все проблематично применяя модификатор turbo smus можно добиться примерно таких результатов но долго это все в общем а здесь а здесь я сам видите все очень быстро получается ну интерактивно в любой момент я могу что то изменить а не сабдивы это увеличение плотности сетки в любой момент я могу откатить этот полузунок назад и вернуться от более слабой сетки если нужно допустим где то сделать сглаживание кисти и если у вас будет слишком плотная сетка то сглаживание будет тяжеловато им воспользоваться чтобы им воспользоваться нужно сабдивы уменьшить сабдивы это плотность сетки после того как я закончил работать с кистями с настроенным курм мод нужно в некоторых местах где то использовав клавишу shift которая превращает любую кисть в кисть сглаживания пройтись и посмотреть модель чтобы у нас выглядела плавно красиво не было острых углов каких то не сглаживая не применяя допустим down standard где то увеличивая углубление где не удалось сделать с помощью клуб мод то и все вручную подправить кистями которые пользовался в этом конкретном проекте это был standard dam standard move clay и pinch в некоторых местах также использовал high polish которая делает поверхность то есть делая ну определяя какую-то выпуклую часть она старается эта кисть старается сделать ее плоской то есть превращает в плоской также trim dynamic который используется в некоторых также участках модели для удаления каких выпуклостей модели ну что видео подошло к концу спасибо что смотрите мой канал ставьте лайки подписывайтесь всем пока что что спел здесь очень удобно но сейчас ulen внутри очень Scorpio спал